Три поросёнка В далёкие времена жили на свете три поросёнка. Они жили вместе со своей мамой в маленьком домике. Однажды пришла пора им покинуть мамин дом. Тогда мама свинья подозвала их к себе и сказала. Дорогие мои дети, пришло время для вас выйти в большой мир. Идите и начните жить собственной жизнью. Но не забывайте, что бы вы ни делали, делайте это на совесть. Вот лучший способ выжить. Три поросёнка ласково попрощались с мамой и отправились в путь. Через какое-то время они набрели на поляну, подходящую для того, чтобы построить домики. Самый младший из поросят решил строить дом из соломы. Он подумал, что это будет самый простой и быстрый способ построить дом. И тогда у него останется много времени на то, чтобы поиграть. Младший поросёнок построил дом всего за день и крикнул остальным поросятам. Эй, вы там! А я уже закончил! Старший поросёнок посмотрел на дом брата и сказал. Но ведь твой дом совсем не прочный. Как он защитит тебя от волка? Младший поросёнок не обратил внимания на слова брата. Не волнуйся, ничего со мной не случится. Хорошо, но не говори, что я не предупреждал. Средний поросёнок решил построить дом из веток. На строительство дома ему понадобилось ровно три дня. Дом был немного прочнее, чем домик из соломы. Старший поросёнок подошёл посмотреть на дом брата. Отличная работа, но домик не выглядит прочным. Думаешь, твой дом защитит нас от волка? Средний поросёнок ответил. Не беспокойся, этот домик очень прочный. Хорошо, но не говори потом, что я не предупреждал. Пока младшие поросята наслаждались игрой в только что построенных домиках, старший трудился, не покладая рук. Потому что он строил дом из камней и кирпичей. Братья думали, что его труд бесполезен. Они бегали вокруг и веселились. Братец, почему ты не хочешь быстренько покончить с этим? Какой же он трусишка! Старший брат не отвлекался от строительства. Он работал целую неделю и смог построить отличный дом из кирпича и камня. Днём позже голодный волк оказался неподалёку от домиков поросят. Увидев домик из соломы, он подошёл к нему поближе. В это время младший поросёнок как раз отдыхал в своём домике. Волк постучал в дверь. Открой дверь и позволь мне войти. А если не откроешь, я сдую его в один миг. Ты не сможешь ничего сделать с моим домиком. Он очень прочный. Тогда волк набрал полные лёгкие воздуха и вмиг сдул домик поросёнка. Поросёнок же едва успел сбежать. Он со всех ног помчался к среднему братцу в домик, сделанный из веток. Поросёнок постучал в дверь, а когда средний братец открыл её, вихрем вбежал внутрь и закричал. Закрой дверь, сюда идёт волк! Не беспокойся, мой дом очень прочный. Через некоторое время волк подбежал к домику среднего братца, сделанному из веток, и закричал. Откройте дверь и дайте мне войти. А если не откроете, я сдуй ваш домик и съем вас. Ты не сможешь ждуть мой домик! И вот волк набрал полные лёгкие воздуха и сдул домик среднего поросёнка. Оба братца побежали к домику старшего поросёнка. Они едва успели ускользнуть из лап волка. Братец, волк бежит сюда! Что нам делать? Старший поросёнок спокойно сказал. Не беспокойтесь, он не сможет проникнуть в этот дом. Через некоторое время голодный волк оказался у дверей домика из кирпича и камня, принадлежавшего старшему поросёнку. Он закричал трём поросятам. Откройте дверь и дайте мне войти. А если не откроете, я сдуй ваш домик и съем вас. Можешь даже не пытаться, злой волк. Ты не попадёшь в этот дом. Волк очень разозлился. Он набрал полные лёгкие воздуха и дунул со всей силы. Но ничего не произошло. Он не смог сдуть домик. Волк попробовал ещё и ещё раз, но не смог сдвинуть с места ни одного кирпича. В конце концов, усталый волк решил попробовать другой способ пробраться в домик. Он увидел трубу на крыше и решил пробраться в дом через трубу. Заметив, что волк взбирается на крышу, чтобы проникнуть через трубу, поросята быстро разожгли камин и поставили в него большой котёл с водой. Волк с трудом забрался на крышу, с разбегу прыгнул в трубу и попал прямо в котёл с кипящей водой. Помогите! Ничего, спасите! Помогите! Помогите! Горячо! Помогите! Избавившись от волка, поросята радостно обнялись. На следующий день они дружно отправились к своей маме, чтобы рассказать ей обо всём, что случилось. Самый младший поросёнок подошёл к маме и сказал. Ты была права, мамочка. Что бы мы ни делали на этом свете, мы должны делать это на совесть. Если ты будешь трудиться, не покладая рук, тебя ждёт успех. С этого дня два поросёнка больше никогда не ленились. Они трудились так же усердно, как их старший брат. Они жили счастливо и никого больше не боялись. Жила-была на свете маленькая девочка. Её звали Красная Шапочка, потому что была у неё любимая накидка с красным капюшоном. Дочка! Что, мамочка? Я испекла вкусное печенье. Отнесёшь корзину с печеньем нашей бабушке? Конечно, отнесу. Красная Шапочка взяла у мамы корзинку и пошла к домику бабушки. Дочка, будь внимательней по дороге. Иди по тропинке через лес и никуда не сворачивай. У Красной Шапочки было замечательное настроение. Хм... Мама говорила, что в лесу живут зайчики, а их нигде нет. Почему? Ой, какие красивые цветочки! Сейчас я соберу букет для бабушки. Красная Шапочка начала собирать цветы и ушла далеко от тропинки. И вдруг услышала, как кто-то рычит. Девочка испугалась, даже выронила корзинку с цветами. Ой! Ах! А волк наклонился и начал собирать печенье обратно в корзинку. Он все собрал и дал корзинку Красной Шапочке. Куда ты идешь, девочка? Я иду к бабушке. Она живет на другой стороне леса в желтом домике. Мама испекла печенье и я несу его бабушке. Понятно. Меня зовут Красная Шапочка, потому что у меня есть накидочка с красным капюшоном. Хорошо, Красная Шапочка. А знаешь, что я придумал? Пойду-ка я предупрежу твою бабушку, что ты скоро придешь. В этот момент раздались выстрелы и волк убежал. Красная Шапочка осталась одна. Тут она поняла, что ушла с тропинки и заблудилась. Она начала плакать, но в этот момент подошел к ней охотник. Девочка, что ты делаешь здесь одна? В лесу опасно. Здесь живет злой волк. Я никак не могу его поймать. Красной Шапочке было так стыдно, что она не послушалась маму и ушла с тропинки, что про волка она совсем забыла. Я иду к бабушке. Мама испекла печенье, и вот я несу бабушке угощение. Давай-ка я тебя провожу. И пошли они вместе. А в это время злой волк уже подходил к дому бабушки. Он постучал в дверь. Кто там? Волк заговорил голосом Красной Шапочки. Это я, бабушка, Красная Шапочка. Я принесла тебе печенье, которое испекла мама. Входи, внученька. Очень скоро пришли к дому бабушки охотник и Красная Шапочка. До свидания, Красная Шапочка. Передавай привет своей бабушке. Хорошо. Красная Шапочка Красная Шапочка постучала в дверь и услышала голос бабушки. Кто там? Это я, бабушка, Красная Шапочка. Дверь открыта, внучка, проходи. На одну секундочку Красная Шапочка засомневалась. Голос бабушки показался ей необычным. Наверное, бабушка болеет, и поэтому у нее такой хриплый голос. Красная Шапочка вошла. На кровати лежал волк, который надел бабушкину пижаму и очки. А чтобы девочка его не разглядела, он выключил свет и зашторил шторы. Спасибо тебе, внучка, за то, что ты пришла навестить больную бабушку. Подойди-ка поближе, чтобы я могла тебя лучше видеть. Давай же, подойди еще поближе. Что-то странное было в бабушке. Бабушка, бабушка, а почему у тебя такие длинные руки? Это чтобы покрепче тебя обнимать, внученька. А почему у тебя такие большие уши? Это чтобы тебя лучше слышать. А почему у тебя такие большие глаза? Это чтобы лучше тебя видеть, внученька. Бабушка, а почему у тебя такие большие зубы? А это чтобы кушать с удовольствием. Хе-хе-хе. И тут волк спрыгнул с кровати и подбежал к красной шапочке, чтобы съесть ее на ужин. Помогите! Ты не моя бабушка, ты злой серый волк. Помогите мне срочно! Охотник, который еще не успел уйти, услышал крик девочки и поспешил на помощь. И спас красную шапочку. Наконец-то я тебя поймал, злой волк. Попался? Охотник успокоил красную шапочку и спас бабушку. Спасибо вам большое, дядя Охотник! Не за что, красная шапочка, но в следующий раз лучше иди навещать бабушку вместе с мамой. Ага! Бабушка и красная шапочка сели пить чай и кушали печенье, которое испекла мама. А потом нужно было идти домой. Красная шапочка шла по лесу, напевала веселые песенки и вдруг опять увидела волка. На этот раз он подметал тропинки в лесу по совету охотника. Он увидел красную шапочку и ему стало очень стыдно за все, что он сделал. Красная шапочка простила волка. Она пошла домой и смотрела за зайчиками, которые больше не боялись серого волка и весело прыгали по лесу. Красная шапочка Продолжение следует...